В России День Матери праздник относительно молодой. Как государственный он отмечается только с 1998 года. Поэтому у него нет еще устоявшихся традиций. Но в Ленинском районе эти традиции уже начали зарождаться. Одна из них – вручать на празднование этого дня свидетельство о рождении ребенка. Пусть ваш дом всегда будет полон тепла и радости, благополучия, мира и добра вашей семье. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Еще одна из традиций, которая сложилась в нашем районе – поздравлять в День Матери многодетные семьи. Поддержка таких семей – одно из приоритетных направлений социальной политики российского государства в целом и местных властей в частности. Татьяна Артюхина тоже многодетная мама. У нее две девочки и мальчик. Она и еще 77 таких же семей получили землю в Коломенском районе. Каждая семье по 10 соток. Родители очень многие позитивно настроены. Уже негласно придумали название многодетого, потому что там нас много, мы дружные, все позитивненькие, уже все перезнакомились. Так что будем строиться и как пригласим на новоселье. Сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Так считает Лева Шелест. Поэтому вместо слов он поздравил свою маму танцем. И не одним, а сразу тремя. Она добрая. Без нее бы не было меня. Она не перечит, можно сказать, мне. То есть разрешает мне делать то, что я хочу. Разрешает реализовывать мои фантазии. В этот день ребята выражали свою любовь по-разному. Кто в танце, кто в песне, кто в рисунке или фотографии. Выходили на улицы, фотографировали мам. Затем приходили, обрабатывали фотографии уже на аппаратуре в клубе в нашем. Соответственно распечатали и выставили свои работы сегодня на данном стенде. 27 ноября. Не забудьте поздравить своих мам с праздником. И сказать им хотя бы несколько теплых слов. Ведь это так просто, а главное приятно. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.